У меня, конечно, никакого конфликта нет с молодежью, наоборот, я к ней тянусь, мне нравится с ними, они молодые, задорные такие, веселые, что-то придумывают постоянно. И они знают, что мне это тоже нравится, иногда меня привлекают к чему-то там поучаствовать. Может быть, мне трудно судить, это очень такой малый срез молодежи и взрослого поколения, но здесь не сталкивается просто на нашей территории, а где-то в других местах есть. Вообще, сам по себе, конечно, конфликт отцов-детей, он есть, существует, да, и всегда был. То есть новое поколение приходит и начинает отметать, старое отвергать, ну, вместе с плохим и хорошее выбрасывает, и опять же делает свои ошибки, шишки набивает. Вот, и, в общем, когда вот этот конфликт возникает из-за того, что те и другие не хотят послушать друг друга. Достаточно внимательно подумать, задуматься и там буквально скорректировать, сказать, а, я понял, что ты хочешь. Дело в том, что вот это уже было и вот это, да, этого не надо делать, потому что он приведет к этому, это к этому. А это, ну, пожалуйста, наверное, я не знаю, мы не пробовали в свое время. Ты хочешь попробовать? Ну, попробуй. Только вот будь осторожен здесь, здесь, здесь. И все, и отпустите этих голубей, пусть они летят и пробуют. Молодежь, наоборот, ей кажется, что вот старики держатся за свои места, за свои, там, какие-то принципы, не позволяют им что-то сделать. Ну, это неправильно, если так. Но на самом деле многие не держатся, они готовы, они просто предостерегают их от ошибок, они ответственно подходят к такому решению. И вот, мне кажется, не хватает общения на нужной волне молодым и пожилым, там, взрослым, для того, чтобы понять друг друга и вот расширить этот канал общения и взаимопомощи, взаимодействия. Мне кажется, главный принцип здесь – не мешать, да, надо просто оберегать, чтобы не свалился там, поддерживать слева, справа. А так вот, идет он на север или на восток, ну, пусть идет туда, хочет, надо не мешать, пусть пробует. И если человек умный, он довольно быстро поймет. Он, конечно, ошибется два-три раза там, но этого будет достаточно. Все, потом уже он пойдет правильно. В основном, какие-то мелкие штрихи, он уже сам начнет научиться предвидеть и будет осторожен там, да. Самое главное – не мешать.